Оля из Тампери. Всем физкульт привет из Финляндии. Посмотрите, у нас весна. Кроты нарыли дырок. Мы сделали сейчас такую штуку. Я в интернете вычитала. Нужно чеснок чистить и в эти дырки чеснок отпугивает этих кротов. Ну вот посмотрим. Кто-то пустые банки ставит, но они говорят, что пустые банки ничего не помогают. Вот чеснок отпугивает. Видите, сколько нарыли. Все проснулись. Сейчас покажу, сколько мы сегодня работы сделали. Вы посмотрите, кто к нам пришел на улицу. Вот она. Побежала, побежала, побежала. Жирная какая белка. И пить не надо. Белочка приходит просто. Сейчас подойду поближе. Вон она побежала вверх. Нифига, убежала. Гляньте в пакет. Настригли сухих веток. Красная смородина, черная смородина, чтобы она лучше росла. Вот такой пакет. И два пакета мусора. Конечно, улица начинает уже, видите, как зеленеть. Но у нас еще все-таки лед. Да, вот видите, тут еще вот такой. А так, конечно, чистенько. Здорово. И солнце светит. Хоть немножко ветер. Но все равно погода шикарная. Посмотрите, какая прелесть. И уже начинает зеленеть. То есть весна. Ну, сейчас вспотели все мокрые. Сейчас пойдем в сауну. Сейчас покажу, какая тут у нас сауна. Вот тут у нас маленький туалетик. Посмотрите, как здорово, что всегда, когда сидишь в сауне, хочется в туалет. Ничего у меня тут такого дизайна нету. Покрасили несколько лет назад. Вот такой. Ну, тут у нас душевая. На одного человека такая простая. Вот, раковина. Ой, я тут фельдскуль, привет. Видите, какая я шикарная сегодня. Это сейчас пойдем все мыться. Вот. И сауна такая самая обыкновенная. Включена. Сейчас пойдем сидеть. Блаженство. После такой тяжелой работы на улице. Это, конечно, шик блеск. Так, да, счастье. Да, видите, села записать видосик. Ой, да, конечно, когда на улице 2-3 часа ты шуруешься этими граблями, это такое счастье. А потом я считаю, что лучше пойти на улицу с граблями. Там, опять же, это утроводы какие-то. Там что-то надо подстригать и так далее. Чем люди сидят дома, плачутся, что закрыты эти все, куда они ходили. Ноги поднимать за абонемент. И на велосипеде крутить. Нет, вы знаете, лучше как вот на улицу выйти и то же самое. Точно так же ты вспотеешь и тут же так же ты эти свои калории пожешь. И мне кажется, лучше какой-то будет плюс у тебя, опять же, эту работу. Потом не надо будет делать, когда мы выйдем на работу. Лучше сейчас сделать, когда есть свободное время. Да, вот такая штука есть. И теперь в новостях они все какую-то сенсацию пытаются показать. И, конечно, мне тоже не нравится. Вчера показывали, что вроде как говорят, алкогольный магазин хотят закрыть. Но еще не закрыли, все работает. Ну вы что, понеслась бегущая строка в этом самом интернете, что люди протестуют, что закрыть. А как же так закрыть, чем же они будут это самое праздновать в конец недели. Да, вот такую теперь сенсацию все они пытаются. И, конечно, показывают Италию, показывают Францию. Все это показывается, что президенты все выступают. Германию показали тоже, что Меркель берет большой долг, чтобы после 13-го года, по-моему, первый долг они берут. То есть новости идут нон-стоп и через каждые полчаса все то же самое. Ну вот такое житие, бытие у нас есть. Здесь мы пока постучать, где по дереву, вот по дереву постучать. Все живы-здоровы, сидим дома, продовольственные обратно, в аптеку и обратно. Ну вот на улицу вышли, это как говорится праздник, праздник сделали на улице. Вот сейчас сделала себе такую масочку, моя русская подруга мне подарила. Вы знаете, очень шикарная, не знаю, продается ли она где-нибудь, но вот из Питера моя подруга мне подарила. Пахнет шикарно, посмотрите какая, прям как сметана. И баночка мне очень понравилась. Я эту баночку потом помою и сюда укроп или что-то сухое, вот такая баночка мне понравилась. И потом в России теперь столько корейской косметики. Я не знаю, почему они в Финляндию не посылают. Посмотрите, какой кремчик подарили мне тоже мои русские подруги. И моя подруга мне подарила на прошлый день рождения большой пакет. Большое спасибо, пользуюсь. Посмотрите, вон уже остатки сладкие. Сейчас намазала и шею, и лицо. Только чтобы мой халат не расстегнулся. А то у меня под халатом ничего нету. Кто-то может и в обморок упасть. Да, у нас корейской косметики в Финляндии нету. Один крем я купила в Лонтестуате, в таком магазине, где продают все это. Но дорогущий, 37 евро он стоил, 15 миллилитров. Но я бы не сказала, что какой-то шик, блеск, красота. И потом купила с улитками тоже крем. Ну просто, ну я не знаю, откуда такие цены. Я, конечно, в Финляндии это накрутка. 57 евро он стоил, и 37 евро был Торьёж. И тоже там 30 миллилитров. И я уж не знаю, чего там такого шикарного в этом креме. Единственное, может быть, банка. Здесь, видите, банка такая пластмассовая. Она, ну тут 100 миллилитров. А там была такая стеклянная, с такой позолоченной крышкой. Но за крышку платить 37 евро, это, конечно, утопия. Нет, очень бы хотелось, чтобы и в Финляндии была вот эта вот косметика корейская. Нет, в Финляндии, к сожалению, может быть, будет. И они не присылают. Я зашла на их на сайт, да, в России есть, в Москве, в Питере, хоть куда. Нет, в Финляндию, к сожалению, не присылают. И потом одна девочка-блогер тоже, Лора, хвалила, какие у меня волосы. Шикарная прическа. Лора, ты бы видела после масочки, вот я сейчас масочку сделала, посмотри, какие у меня шикарные волосы. Покажу. Видишь, какая я, а-ля натурель. О, 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 вот, вот мои волосы. На следующей неделе пойду заказала краситься и стричь, собственно, эти черные корни. Но сейчас будет хорошо, вот эта масочка, она будет хорошо действовать. Даже, видите, ничего не стала делать. Вот так вот посижу последние две минуты. И халатик тоже мне подарили в прошлом году. На Новый год приятельница подарила. Халатик Дэйонко. Кто любит, такие тоже есть. Очень мягенькие, приятные к телу. Да, вот такая вот житие-бытие. Но пытаемся найти себе дело, чтобы чем заняться. Ну, сейчас вот хочу вам сказать всем физкульт-привет. Пойду хлебать суп, наварила бульон. Финны такой бульон не варит. Финны не понимают, что такое бульон. Это, к сожалению, их проблема, потому что мы всегда варим бульон. И мы любим. И вот даже у меня приятели, которые приходят, они, я им тоже всегда говорю, что будете ли есть. И они так всегда, как бы, косо смотрят. Но хлебают, я их приучила тоже есть бульон. И так что, если вы приедете в Финляндию, вы знаете, что бульона здесь нет. Но это тоже очень хорошая система учить и учиться другой кухне. Там, может быть, где-то что-то, какие-то сыры хорошие едят. Где-то там что-то такое, другое. А вот я научила в финнов, например, есть бульон. Вот такая тоже штука есть. Но не хворайте. Всем здоровья. Подписывайтесь, ставьте палец вверх или вниз. Всех вас люблю. Оля из Танторе. Физкульт-привет.